Всем привет! Сегодня у нас будет видео о Турции. Немножечко поговорим о турецкой кухне. Хочу поговорить о особенностях питания здесь, в Турции. Возможно, сейчас в каких-то странах наших советских, постсоветских СНГ, в России, где-то похожая ситуация. Но я немножко расскажу именно о Турции, потому что канал у меня о Турции, вам это интересно. И вы такие вопросы мне задаете. Я хочу рассказать немножко о не особенностях турецкой пищи, а, скажем так, о социально-географических основополагающих вещах у них здесь. Как вы знаете, я видео-то раньше несколько раз об этом говорила, и я думаю, в принципе, во многих странах так же это, что каждый регион страны, в частности, каждый регион Турции, славится своей едой, своим каким-то коронным блюдом. И, естественно, составляющие рациона людей, питания, зависят от того местоположения географического, где они живут. Если мы берем газианты, это все фисташки, это родина фисташек крутых в Турции. Если мы берем черное побережье Черного моря, там какие-то более на наши похожие фрукты, овощи, в плане там малина есть, голубики больше такого рода. Если мы берем другую часть Турции, там адана, кебаб, очень популярно блюдо, там больше мяса кушают, картошку. Естественно, овощи это вообще повсеместно в Турции. Вообще овощи, хочется отметить, что овощи, вообще основной рацион питания составляют овощи в Турции, потому что они есть круглый год. В зимний период, конечно, это тоже у нас сезонность есть фруктов и овощей, но, тем не менее, в зимний период на Анталийском побережье, там самое более-менее такое теплое, скажем так, место. И когда сопоставление температуры тепла и влажности, достатка воды, например, как в Азиантепе, там другая почва идет, более глиняная. Ну, короче, больше в Анталии, там в теплицах выращиваются те же помидорки, огурчики, какие-то фрукты, клубника практически у нас с Нового года продается. Хоть и тепличная, хоть она с какими-то удобрениями, это естественно, что все капшикают и все прочее, но, тем не менее, это выращивается, это непривозное внутри страны, бананы там растут и все прочее. Так вот, конечно, овощи – это основной рацион питания, овощей здесь очень много, салаты всегда здесь подаются, каждый такой плотный прием пищи, либо это мясо с овощами, либо просто что-то готовится, какие-то крупы. Вот всегда салатик, короче говоря, на столе есть. Во многих ресторанах, и я думаю, если вы туристами были в Турции, салаты вообще ставятся как угощение, которое не включается в сумму вашего счета, это просто как комплимент от ресторана. Есть также хлеб подается, там, например, с маслом, закуской или сыром, или с оливковым маслом помакать, как аперитив. Это как, ну, не во всех ресторанах, но в некоторых есть ресторанах, таких недешевых, естественно, где мясо, порция, мясо дорогое в Турции, сейчас об этом подробнее расскажу. В этих ресторанах салатики всякие, они идут как бы стандартно, всем на стол их выставляют, за них денежку не берут. По поводу мяса, я тоже думала, когда переезжала, ой, в Турции, наверное, рыбы завались, тут же море везде вокруг. Рыбы есть свой сезон, это с сентября по где-нибудь там по май, скорее всего, да, когда рыба уходит на нерест в летний период, здесь рыбы как бы нет. Она есть, но завозная, либо искусственно выращенная в специальных, как это называется, рыбы на хозяйствах рыбных, да, то есть это не... Здесь ценится рыба какая, если вы покупаете на базаре, там себе готовить, да, в магазине, не в ресторане готовы. Здесь ценится рыба дикая, да, которая выловлена из моря, это черное, побережье Черного моря, все, что ближе к нам в нашу сторону, да, к Сочи в ту-ту сторону. Вся вот эта рыбка, она гораздо дороже на порядок, чем рыба, которая искусственно выращена. Искусственно это в закрытых водоемах, на фермах рыбных, вот так если выразиться попроще говоря. И рыбы тогда, когда сезон, с сентября начинают вылавливать, ее навалом, она дешевле, самое дешевое ее время. И, конечно, потом, потом, к окончании сезона, цена у нее растет, и рыбы становится выбора меньше. Летом вообще рыбы очень мало, все переходят в основном в питание, там, на овощи. Мясо, мясо дорогое, относительно дорогое. Это говядина и баранина, естественно. Свинину где-то в Стамбуле можно в некоторых магазинах найти, но это надо постараться, но найти можно, в принципе. Иностранные колбасы, сосиски, итальянские, немецкие сосиски, паштеты, свинины, вот это вот все тоже в магазинах, например, в Мигросе или в Карфургурме, или в Макроцентре. На сайте можете зайти посмотреть. У них это есть, это дорого, это иностранное привезенное, но оно есть. О чем я хочу сказать, что здесь для среднего жителя более доступна, естественно, курица. Но последние несколько лет, пару лет, окей. Качество, лично мой взгляд, это мое. Я не знаю, может кто со мной согласен или против, напишите в комментариях, девчонки, кто готовит здесь в Турции, живет. Но мне кажется, курица стала хуже, потому что она стала где-то как-то пахнуть. Много по интернету было и по новостям сюжетов о том, что ее пичкают и гормонами, и водой. И, короче говоря, как-то, чтобы она была больше. И, в общем, много-много ее как-то там гормонами кормят. Я думаю, это во всем мире так. Но когда я только переехала сюда, к обстановке по курице, она была лучше качества. Последние пару-тройку лет очень изменилось качество в худшую сторону. И поэтому курица у нас есть просто такие. Они, кстати, курица доступна, недорогое мясо. А вот курица есть еще органик. Это типа естественно выращенные на ферме. Вот как дело с рыбой, да, естественно выращенные. Не на ферме вот эти курицы. Ну, как бы на ферме, но они бегали, не сидели в закрытом помещении. То есть у них было солнышко, витаминчики и все такое прочее. Стоимость курицы органик – это как стоимость хорошего говяжьего мяса. То есть она тоже дорогая, но там и ни запахов ничего нет. Вкус другой и такой более как бы натуральный. Реально я, скажем так, по вкусу просто курицу, курицу органик. Я разницу по вкусу действительно чувствую. Даже когда ты готовишь, если курица жарится просто, у нее какая-то и вода течет, и какой-то белая, блин, пена порой бывает. В курице органик у меня такого нет. Бульон по-другому выглядит. Вкус, ощущение, вот это запах бульона совсем-совсем другой. Разница, короче, есть. Ну, оно и дороже. Естественно, здесь, чем в основном люди, да, рацион питания турок. Это не очень богатая страна далеко. И здесь, ну, как скажем так, здесь очень важно социальное, да, то, что, ну, и как в других странах, да, у тебя на столе будет стоять то, но что у тебя денежка есть. И очень много, ну, большой процент, я как бы статистики, как бы такой не веду и не знаю, не узнавала, но очень большой процент населения, да, которые мясо не кушают или покупают только курицу. Потому что я имею в виду красное мясо, как говядина, баранина. Это там по праздникам или там после там Рамадана на Вайрам какой-то, да, когда Курбан в Вайрам там режут, раздают и все прочее. Короче говоря, основной рацион питания у людей чуть ниже среднего класса – это крупы. Очень популярны здесь булгур, чечевица, рис, макароны изделия и все прочее, то есть что подешевле. И овощи. Очень поэтому в Турции, в принципе, очень простая кухня. У них очень много в кухне используется солчай. Это томатная паста, томатная паста, крупы, какие-то зажарочки, супы. Все без мяса фактически в Турции, если вы обратили внимание, всякие йогуртовые, мерджемеки, зажаренные на томатной пасте, на сливочном масле, но в основном без мяса. У них есть с мясом, это, например, с требухой, с желудком, бараньим, говяжьим есть, с мозгами тоже у них есть, с языком у них есть суп. Ну, это такой изысков, если так можно назвать. Они в ресторанах подаются, можно, кстати, полуфабрикатом купить заготовочки в мясных магазинах для таких супов. Мне очень, кстати, чем в Турции нравится, что во многих магазинах сетевых, где есть мясо, и в частных касап, это мясных магазинах, у них и рыбные, в том числе даже на базаре, если вы покупаете, у них всегда мясо разделывают, если вы просите. Вообще дома можно к мясу не прикасаться. Вам и кубиками нарежут, вам фарш накрутят. Если вам нужен пожирнее фарш, вы скажете, мне там жирный или там не средней жирности, или мне вообще, можно даже сказать, мне для ребенка не жирный. Вот когда у меня ребенка был прикорм, я всегда покупала свежий фарш, супчики всякие варить, да, тушить что-то. И мне специально, мне два раза прогоняли фарш в мясорубке, и мясо берут то, которое, ну, подороже, потому что оно без жира, вам не просто, ну, другая цена будет дороже, да, но вам два раза прогонят в мясорубке этот фарш. То есть, как бы сказать, если скажут, что ребенку там прикорм, например, без жира, постараются, короче, как правило, детей здесь очень любят, да, к этому отнесутся очень трепетно и постараются очень хорошо сделать. Короче говоря, можно вообще не париться. Вам закажете там на гарежит, например, баранья, если вы ее покупаете, можно попросить ее разделать. Рыбу я вот вообще оба, я ненавижу, что я в еде ненавижу. Чистить запах сырой рыбы, просто не перевариваю. Ненавижу чистить рыбу, как потом пахнут руки, как это трудно вывести этот запах, например, с дощечки, ножика и всего прочего. Наверное, потому что в детстве это моя была работа, когда я выжила у дедушки с бабушкой в гостях, летом мы ходили на рыбалку с дедом, и наша задача с ней была еще после рыбалки. Баба тоже у меня ненавидела рыбу, мы с дедом ее чистили. Я в этом участвовала, у меня вот эта вот нелюбовь к запаху сырой рыбы, просто я всю мелкую, дед говорил, меленькую выбирай, кошки кидай. Я всю кидала кошки, лишь бы только не чистить. А здесь очень просто, на базаре или в магазине ты покупаешь рыбу, креветки им голову даже оторвут, панцирь уберут, косточки, филе попросить, если сделать филе, разделать рыбы, то тебе разрежут, кости достанут. Или если целиком берешь, жабры всегда достанут. То есть это максимально разделанная рыба получается. Просто одно счастье, вот честно. Очень сильно влияет на рацион питания людей то, в какой части страны они живут. Это их сезонность всяких фруктов, овощей, продуктов, да, и мяса в том числе, и рыбы. Мясо и рыба – это еда, ну, по крайней мере, последние еще годы поднялась рыбочка, кстати, в цене. Мясо в том числе – это еда, мясо и рыба далеко не бедных людей, скажем так. Ну, не еда богатых, но это средний достаток, выше среднего в стране. Чтобы вы просто знали тогда, атеровочно. Курица очень доступна, но ее качество тоже варьируется. Есть дорогая, которая хорошего качества, которая попроще все покупают, общедоступная. Там еще марку надо смотреть, кто как. В общем, не очень бывает хорошего попадается качество. Курица все доступна, все ее кушают, едят. Овощи круглый год, это и овощи, и крупы, это еда более бедного населения, социального, потому что это больше доступно, это больше произрастает, и с этим как бы проблем нет. Но последний, естественно, это как и везде, собственно, это не жалоба какая-то, просто вам рассказываю по факту. Поднялись цены на продукты питания в Стамбуле, в частности. И, в принципе, в самом Стамбуле, где я живу, продукты питания в два раза, фрукты, овощи, они дороже, порой в три раза, чем в маленьких городах. Или в той же Анталии, где все это произрастает. Моя подружка, помните, Дуйгу, она вообще, у нее родители в Анталии живут, она оттуда. И когда она летом ездит к родителям в гости с семьей своей, да, они погостят, и они оттуда едут с полной машиной, всяких фруктов, овощей, все, что они купили на базаре. Потому что это стоит в три раза дешевле, чем мы здесь покупаем в Стамбуле. Плюс еще в нашем районе очень дорогой базар, дороже даже, чем сетевые супермаркеты, типа там Мигрос. Но с Мигрос, это дешевле, чем на нашем базаре, как бы вообще несоразмерные эти цены. Так что вот так. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Пишите, как у вас в странах, с этим, как у вас социально разделено. Спасибо вам за внимание, за ваши комментарии. Скоро увидимся, всем пока.